Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии Мирамгуль Салкимбаева я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. В Карагандинской области сданы еще 100 домов. В Тимиртаусской компании «Миттлстил» зачастили случаи кражи металла. В пострадавшем поселке имени Габидена Мустафина сданы 100 домов. Акимобласти лично приехал, чтобы поздравить новоселов с этим радостным событием. Люди уже начали обживаться в своих новых домах и строить планы на будущее. Теперь приближение холодов они не боятся. Подробнее в следующем сюжете. От весеннего паводка пострадало 2100 семей. На сегодняшний день осталось построить дома только 163 семьям. С опережением графика сданы 100 домов в Бухарджиравском районе. По области работают 75 подрядных организаций. Для людей, у которых не было документов на дом или же их жилище было оформлено на двух хозяев, создана специальная комиссия. Создана специальная комиссия, которая по каждому случаю сейчас как раз разбирается относительно. Там не только нет документов, но у нас еще есть, к сожалению, и такие случаи, когда один владелец по два дома. Мы сейчас договорились, строим по одному жилью, по второму дому. Мы будем консультироваться с правительством. Те, кто уже обрел дом, не скрывают радости. Всем не терпелось начать расставлять мебель и приглашать в гости. До 10 сентября планируется завершить все восстановительные работы по области. Сегодня в поселке два события. Сначала была торжественная сдача домов, а потом состоялась не менее праздничная акция «Дорога в школу». 50 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, пострадавших от наводнения, получили учебники и другие школьные принадлежности на общую сумму порядка 900 тысяч тенге. Глава региона лично вручил новые ранцы детям. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Ключи от новых домов получили и пострадавшие от паводков жители сел Тасуат и Кертенденуринского района. Всего в этих поселках сегодня заселились 11 семей. Довольны ли нуринцами-новостройками, узнавала Аймамрина. Прошите от местных исполнительных органов вручить вам заветные ключи. Оборачивайте свой дом, чтобы этот дом счастья вам принял. Сегодня счастливых новоселов вместе с нашей съемочной группой посетила ким села Тасуат Нуралоу Спанов. Поздравив жителей лично, он пожелал всем долгой и счастливой жизни. Светлана Тургаева – одна из пострадавших при вестинних паводках. Ее дом разрушила вода. Сегодня радость женщины безгранична. Наш дом стоял здесь, на этом месте. Его водой разрушило. И сейчас мы обрели такой уютный, светлый дом. Конечно, впечатления переполняют. Радостно, конечно, что мы не забыты. Дома в этих селах построили на прежних местах. Такое желание изъявили сами жители, говорят подрядчики. Между тем, новые строения отвечают всем стандартам качества. И выглядят лучше старых, отметили строители. Начиналось очень туго все это дело. Ну, потом раскрутились. Ну, благодаря помощи здесь. Кто только здесь не помогал. Помощь. Аким поселка выделял людей. Ему спасибо. Значит, наши люди. Ну, вот результат этого труда. Не меньше владельцев новостроек сегодня радовался и Яким Силатасуат, Нуралоу, Спанов. Мы и сами очень сильно переживали за стройку, признается чиновник. Но успели в срок. В настоящее время мы вот сдаем три дома. Ну, это благодаря, мы тоже, как говорится, местная исполнительная власть, не сидели сложа руки. Были каждую неделю по три раза были организованы субботники за счет родственников пострадавших, за счет бюджетных государственных организаций. К слову, в Нуринском районе при наводнении пострадало более 50 домов. Около 400 человек остались временно без крова. Тогда все эти дома обследовала комиссия. 29 из них были признаны аварийными. Сейчас на 18 объектах еще продолжается строительство. Чиновники и подрядчики обещают сдать строение в эксплуатацию до 10 сентября. Аймамрина, Толиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В темиртаусской компании «Миттл Стилл» зачастили случаи кражи металла. Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, видимых результатов пока нет. К тому же в городе Металлургов наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. Такая ситуация не может оставить равнодушным чиновников областного акимата. Сегодня в их стенах прошло совещание на данную тему. По словам докладчиков, только за последние два года из комбината «Миттл Стилл» было уволено около 170 охранников. Они не справлялись со своими должностными обязанностями. Из-за зачастивших случаев краж компания понесла убытки в размере 49 миллионов тенге. По данным фактам возбуждено около 40 уголовных дел. И только три из них дошли до суда. Сегодня предприятие пытается улучшить систему безопасности и хочет установить специальное оборудование в трех своих отделах. Арселор Металл Тимиртау выражает заинтересованность в том, чтобы этих судебных решений было больше, чтобы мы могли привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, как из числа нашего персонала, так и из лиц криминальной среды. Со слов работников правоохранительной системы, по всем перечисленным фактам, следствие проводит необходимые процедуры. Говорят, что, скорее всего, в этих делах замешаны сами работники компании. Второй вопрос, заслушанный на совещании, касался увеличения числа малолетних преступников среди подростков города Металлургов. Второй вопрос, заслушанный на совещании, касался увеличения числа малолетних преступников среди подростков города Металлургов. За последние семь месяцев рассмотрено 70 разных правонарушений. Более 40 взрослых лишены родительских прав. Для повышения знаний нормативных правовых актов у нас работают также 533 школы правовых знаний, 348 отрядов содействия полиции. В четырех школах, как уже было сказано, открытие в экспериментальном режиме кадетские классы. В настоящее время у нас новый проект. Мы эти количество кадетских классов и школ, где есть кадетские классы, увеличиваем. Со слов чиновников, кадетские классы будут направляться дети с тяжелым или девиантным поведением. Им будут преподавать педагоги, прошедшие специальную подготовку. Также планируется увеличить количество школьных психологов и усилить контроль за работой классных руководителей и ответственных за воспитательную работу. В учебных организациях необходимо установить видеокамеры. Аким области Нурмухамбет Абдебеков призвал всех проконтролировать эти задачи и сделать все, чтобы молодежь была занята полезными делами. Караганда готова к повышению курса иностранной валюты. За ростом цен уже следят соответственные органы, которые не дадут их поднять. К тому же, дабы облегчить жизнь горожан, были проведены ярмарка вакансий и сельхозпродукции. Повышение курса всех напугало и подвергало людей к панике. Все в спешке стали бежать, сломя голову закупать продукты. Однако колебания цен произойдут только в сфере импорта. Бояться резкого повышения стоимости продуктов и других вещей не нужно. Все это взято под контроль. Сейчас мы как партия Нурутан проводим соответствующие мероприятия вместе с Акиматами, вместе с антимонопольным комитетом. Вчера мы провели для того, чтобы цены на рынках не поднимали. Кроме того, на те социальные продукты, которые чаще всего используются в населении, то есть определенный перечень этих продуктов питания, на которые не будут повышаться цены. Кроме того, ведется Акиматами созданные рабочие группы, ведется мониторинг цен. Антимонопольный комитет совместно с партией Нурутан, со всеми мы проводим тоже мониторинг для того, чтобы цены не повышались. Депутаты областного маслехата выявили ряд фактов нецелесообразного использования бюджетных денег работниками госорганов. По данным фактам были проведены проверки. Чиновникам было поручено исправить ситуацию и предоставить отчет о проделанной работе над ошибками. В ходе заседания очередной комиссии депутатов областного маслехата были заслушаны доклады руководителей госструктур. Обязались исправить положение в кратчайшие сроки и доложить об этом. А председатель комиссии, в свою очередь, предупредил об ответственности госслужащих и призвал последних быть осмотрительнее. Отправляйте, то, что уже начали шевелиться, это уже хорошо. Но давайте желательно не допускать их. Садитесь, пожалуйста. Сегодня в Центральном парке можно потянуть канаты и поиграть в асики. При поддержке городского акимата и Центра по работе с молодежью организован уникальный проект Юрта Лайф. Национальные игры – не единственное развлечение для карагандинцев в рамках проекта. Более подробно в сюжете Амины Смаковой. Проект Юрта Лайф приурочен к 550-летию казахского ханства. В рамках этого мероприятия будут проходить национальные игры, танцы и другие развлечения. Кстати, сегодня юные карагандинки дважды выиграли у мальчиков в конкурсе по тяге канатов. При поддержке кинотеатра Сарыжа Ляу состоится показ нашего отечественного кино. В Юрте приветливые девушки в национальных костюмах дадут вам попробовать кумы, скурт и еще горящие баурсаки. Проект Юрта Лайф – это не только развлечение, но и получение знаний. В этом поможет электронная выставка. При помощи своих гаджетов и специальных приложений могут через свой гаджет перейти на информационный материал, где имеются данные о великих общественно-политических деятелях в истории казахского ханства. Начиная от Кирея и Женобейка, заканчивая тремя биями известными. Поучаствовать в проекте можно будет до 1 сентября. И все это время с вами будет бесплатный интернет по всей территории парка. Также за участие в спортивных мероприятиях уже приготовлены ценные подарки. В Юрте Лайф мы установили бесплатный интернет. Он будет работать на всей площади парка. В том числе мы обеспечили ценными призами победителей конкурсов, которые будут, конечно же, участвовать в них, я надеюсь. А вот также мелкие, небольшие памятные подарки для наших совсем уже юных и маленьких посетителей Юрты Лайфа. Подобные мероприятия проводятся с главной целью. Мы должны знать историю государства. Тот, кто не знает своего прошлого, не может начать строить будущего. Амина Смакова, Толиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Запретить продажу энергетических напитков школьникам и усилить контроль за деятельностью заведений, в которых есть кальян, предлагают карагандинские чиновники. Заместитель Акимогорода Ирина Любарская утверждает, что энергетики отрицательно влияют на нынешнюю молодежь. Заявление прозвучало на совещании по вопросу профилактики правонарушений и суицидального поведения среди учащихся Организации образования города. Заместитель Акимогорода Караганды Ирина Любарская причиной своего желания назвала зависимость подростков от разного рода энергетических напитков, вред которых признан повсеместно, но пока запретить его никто не может. Мы, в общем-то, стали рассматривать, есть ли разрешение, и разрешения как такового нигде нет, и мы это мероприятие, в общем-то, как-то отложили. И сейчас вот Михайловский отдел полиции, прошу обратить внимание, вот в парке они ходят, одеты в форме космонавтов, и у них написано здесь «Дизель». Разрешение Акимат никакое не дал. Также на заседании обсуждались правонарушения, совершаемые подростками и их причины. Со слов одного из докладчиков, психотерапевта общественной организации «Мир Добра» Дмитрия Очкалова, проблема эта лежит в воспитании. Родители не следят за детьми, не уделяют им должного внимания. Отсюда и последствия. Вся наша эмоциональная реакция и наше поведение характеризуется тем, чему нас учили. Вот вы меня сидите сейчас слушаете, да? У кого-то возникают вопросы, у кого-то, относительно того, что я говорю, у кого-то есть желание уйти с этого зала, но вы ведете себя ровно так, как вы научили себя здесь вести. Правильно? Вот то же самое, ребенок, попадая в ту или иную ситуацию, начинает себя вести, как и улучшает. Также на заседании выступили с докладами работники правоохранительных органов. По их словам, наряду с страстью к энергетикам у каригандинской молодежи возрастает мода на курение марихуаны и использование синтетических средств, таких как спайсы, соли, МДА и бошки. Все эти тенденции выступающие связывают с веянием, которое распространяется из России. По их словам, наркоторговцы из соседнего государства сейчас нацелены именно на нашу страну. При этом наркодилеров интересуют именно благополучные подростки 9-10 лет. Имеют место быть факты проникновения уже этих же синтетических наркотиков на нашу территорию. Чем интересен Казахстан? Новые рынки сбыта. Что обозначается новыми рынками сбыта? Основная цель – это наша молодежь. Люди старшего возраста, старше 25-30 лет, уже не интересуют наркодильцов. По итогам совещания было принято решение вести тесное сотрудничество школ, правоохранительных органов и неравнодушных граждан в борьбе с негативными проявлениями недетских увлечений и правонарушениями. Людей, ставших свидетелями нарушения закона несовершеннолетними или употребления имени наркотических или иных средств, просят обращаться по телефону, который вы видите на экране. Айам Аблина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Вот именно туда, вверх тогда. Накануне управлением Комитета по Карагандинской области совместно с государственными органами проведена встреча с предпринимателями. На мероприятии основной темой обсуждения было освещение ситуации по проверкам малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих государственных органов за 6 месяцев. На встрече был презентован новый проект Генеральной прокуратуры страны, Единый реестр субъектов и объектов проверок. Главная задача проекта – создание благоприятных условий для развития предпринимательства в Республике Казахстан. На встрече были озвучены права и обязанности бизнесменов, о том, как они могут защитить свой бизнес от незаконного вмешательства органов контроля и надзора. На положительный момент данной программы является автоматизация определения кратности и периодичности проверок. То есть, благодаря данной системе каждый предприниматель и простой гражданин, войдя на сайт Комитета, пройдя по ссылке карта проверок, может посмотреть количество баллов от того или иного предпринимательства. В нашей стране ужесточены требования по подбору работников в судебную систему. Такое заявление сегодня сделала судья Казбекбийского района Нейля Беркалиева. Все это делается в рамках исполнения национального плана «100 конкретных шагов». Со слов судей, в судебной системе происходят реформы. Устроиться на работу в эту сферу становится все сложнее. Судьям, прежде чем приступить к работе, придется отработать не менее пяти лет непосредственно судопроизводством. Например, секретарями, прокурорами или адвокатами. Для вновь избранных судей теперь обязателен пункт годичного прохождения испытательного срока. За это время им будет позволено заниматься лишь административными и легкими гражданскими делами. Также есть плюсы для населения. Доступ граждан к правосудию становится более открытым. Сегодня они могут свободно выбирать форму заседания и приглашать на процессы представителей средств массовой информации. А также для удобства жителей созданы интернет-сайты судов, где они могут отслеживать необходимый им иск или процесс. Ужесточены требования по отбору кандидатов на должность судей. Так, поддержаны предложения о внесении, повышении возрастного ценза на должность судей до 30 лет. В городе стартовала профилактическая акция «Внимание, дети!». Полицейские намерены обеспечить дорожной безопасностью несовершеннолетних в начале учебного года. Акция стартовала 20 августа. Сотрудники административной полиции УВД города хотят предупредить водителей и обратить внимание общественности на дорожную безопасность. Профилактические действия включают в себя целый комплекс пропагандистских мероприятий. Несовершеннолетним будут снова напоминать правила поведения на дорогах, а водителям будут объяснять преимущества использования детских удерживающих устройств. О том, как важно правильно перевозить детей в автомобилях и как от этого зависит их жизнь. Цель данной акции – это привлечь внимание общественности, водителей транспортных средств, о необходимости применения автокресел, необходимости применения удерживающих устройств для безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Это была последняя новость на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волонсдар. Редактор субтитров А.Семкин